Куриный суп Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить куриный суп. Этот рецепт родом из региона Центральной Анатолии, Турция. Для приготовления нам потребуются достаточно мелко нарубленные кусочки куриной грудки. Здесь у меня примерно 4 граммов. Пол чайной чашки булгура или бургуля, такого крупного, потому что они бывают разных видов, крупного, которого готовит плов. Столовая ложка муки, 2 столовые ложки йогурта, чайная ложка острого перчика чили, именно вот такие флейк с кусочками. Чёрный перец, молотый, немного по вкусу. Соль. Вот такой вот кабачок. Морковь. Здесь у меня наполовину разрезанная крупная морковь. Луковица, сливочное масло. Будем использовать, ну, 2, скажем, 2,5 столовые ложки. И одно яйцо. Для базы нашего супа мы возьмём 2 литра или 8 таких вот чашек чайных бульона. У меня также куриный бульон. Итак, начнём. Я включаю газовую горелку. Вот так, сначала на максимум, чтобы был огонь, чтобы кастрюлька разогрелась. И будем растапливать сливочное масло. Вот так вот я возьму пока, скажем так, 2 столовые ложки. А там посмотрим, если нам ещё понадобится оно. Итак, масло у меня растапливается в кастрюльке. Итак, масло растопилось. Теперь я в кастрюлю отправляю нашу нарезанную куриную грудку. И мы будем обжаривать грудку в масле где-то в течение 5 минут. Я показываю, что курочка должна именно обжариваться. Нужно, чтобы весь сок, который она даст мясной, весь выпарился. И именно она вот начинала обжариваться в масле. Вот так вот, чтобы были такие вот румяные кусочки присутствовали в ней. Итак, курочка достаточно уже обжарилась хорошо. Теперь я добавляю к ней лук. Я его нарезала вот на такие вот средние кусочки. Перемешиваем. И продолжаем обжаривать. Итак, я обжаривала лук где-то в течение минуты. Сейчас я добавляю к нему морковь. Вот так вот я достаточно мелко нарезала. Сейчас я высыпаю морковь. Перемешиваем. И продолжаем обжаривать. Итак, наша морковь еще тоже с минуты пожарилась. Сейчас я добавляю кабачок. Я его тоже вот так вот достаточно мелко порезала. Перемешиваем. Еще где-то с минуты обжариваем кабачок. Итак, еще минута прошла. Теперь я всыпаю промытую крупу бургула или бургуля. И заливаю, выливаю в бульон 8 чашек или 2 литра бульона. Итак, я влила 8 чашек бульона. Посмотрите, вот так у нас получилось. Теперь я закрываю наш суп крышкой. И буду его варить где-то в течение 10-15 минут. Итак, 10 минут прошло. Я беру вот перчик красный, флейкс. Высыпаю. Он пока разваривается в супе. Сейчас мы начинаем готовить заправку из йогурта, муки и яйца. Я беру яйцо. Выбиваю его. Вот у меня такой стаканчик. Выкладываю йогурт. У меня прогружной блендер. Начинаем взбивать. Высыпаю муку. Доливаю примерно 100 граммов пол чайной чашки бульона. Вот так вот еще раз чуть-чуть взбиваем. И начинаем вводить нашу смесь в суп. Для того, чтобы комочки не образовывались, я буду перемешивать венчиком. Вот так берем и такой вот небольшой струйкой вливаем и помешиваем венчиком. Чтобы заправка равномерно распределилась по всему супу. Вот так. Сейчас мы проварим еще минут 5. И наш суп будет готов. Итак, прошло 5 минут. Наш суп готов. Сейчас, когда он уже приготовился, мы заправляем его солью. И черным перчиком по вкусу. Вот так. Итак, наш суп готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!